Вот так вот подросли наши перепеляты, им уже две недели вот прям скоро-скоро. Десять дней их. Ну да, десять дней и все, пух почти вылез, оперились. Вот они, малышата, едят, плют. Не, 11 дней, все, 12, 14, 14. Крупненькие уже, будем переносить в выходные. О, как поет. Всем привет, дорогие друзья. Пятница, вечер, подъели все и вот сейчас покажу ужин, который нас сегодня ждет. Ваня не доел пельмени, я их положила на сковородку, поджарила, залила яйцами. Вот такая будет пельменная яичница. Достала салат. Вот сейчас немножко салатиком это дело разбавим. Открыла консервы, которые купили в фикс-прайсе. Это вот корюшка. Сейчас будем пробовать, будем говорить, что она собой представляет за 27,50. И за 77 рублей сайра Доброфлот. Или сардина, сейчас посмотрю, что это такое. Ну, короче, консервы Доброфлот, 77 рублей. Квашеная капуста, хлеб, сало. Вот такой вот супер ужин вкусный будет. Да, это сайра. Ну вот ужин-то приготовил, и Саша как раз зашел. Вот что купил. Сразу мы все носом в пакеты. Мороженое купил, коровка из кореновки. Красота. Пир горой сегодня будет. Сайра нормальная, вкусная. Понравились, попробовали супер. А корюшка, вот эта вот корюшка. Это вторая банка, которую мы открываем. Они очень похожи на кильку в томате. На вкус одно и то же. И рыбки здесь тоже вот такие меленькие, как у кильки. Ну так обычно хорошая консерва. Килька только, на наш взгляд. Саша все прочитал внимательно, посмотрел. Все соответствует. Надписи все соответствуют, по крайней мере. Заводское хорошее производство. В общем-то вкусно. Приехали, наконец-то мы зашли домой. Быстренько я погрела суп со сметанкой. Нарезали мы пирогов Саша, который выбрал. Вот он булку какую-то там еще купил. Мама пирожных купила. Будем сейчас пировать. Да, Вань? Да. Ваня ест. Молодец. Сам ест. В какой-то веке. Какое счастье. Ну что ж, приятного аппетита. Саша, чай наливай. Будешь пить? Сейчас. Мы вон что купили. Ну не купили, а взяли. Сейчас пока на неделю, что ли, бесплатно вообще связь. Ну, потестировать. И похоже, что она у нас заработала. Ну, короче, пытаемся 4G поймать. Тинькофф Мобайл, если кому интересно, работает через вышки Теледва. У нас здесь в деревне. Билайн на нас плевать хотел, вообще интернета практически нет. Мегафон только 3G. 4G это слишком круто для деревень. А Теледва дает 4G. И Тинькофф через них работает. Вот сейчас надо будет протестировать. Насколько быстро. Насколько, да. Кстати, этот Speedtest сейчас запустим, да и посмотрим. Это Speedtest. Это сайт, на котором можно проверить скорость протестировать. Называется Speedtest. Запускаем. Сейчас он загрузится. И сейчас соединение пройдет. Вот проходит соединение. И будет тестировать тех, сколько. О, это чего, это куда. Это скачивается. Ну, не очень большая скорость. Но, тем не менее, 4 Мегабита. В принципе, по-любленному. Теперь выгружайте, если мы надумаем. То, какая будет скорость. Ничего себе. Смотри, ты будешь выгружать теперь быстро. Да, сейчас сяду, ролик делаю, посмотрим, как оно быстро будет. А то ты ролик-то выгружаешь по 3-4 часа. Ну, час-полтора, когда-два. Ну, посмотрим, как оно теперь будет. Все? Да. Вот. 3,84, 4,61. Для нашей деревни это прям нормально. Хотя работает почему-то на ХСПА. То есть, это на 3G. Это не 4G. Не знаю, почему. Ну, посмотрим, еще дальше поработаем. Ну, посмотрим, еще дальше поработаем. И, соответственно, по-любленному. Какие невежные. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, уже, правда, обед, но мы тихо себя вели, потому что Илья приехал, он спал. Чайник включил не вовремя, ты мне. Это не я чайник включил не вовремя, это ты камеру включил не вовремя. Да что ты! Да. Короче, готовлю завтрак для сыночка, для кого-то обед уже. Вот ну что сварить, ну что такое, вот прям не знаю. Короче, из морозилки достала грибы, достала немного мяса, колбаски, все вот немного. Перец болгарский, сейчас это у меня слегка обжаривается, и буду заливать яйцами с молоком, причем вот омлет, здесь у меня вот такое все уже вбила, только залить. Будет вкусно, конечно же, ну как, будет невкусно, когда есть мясо, грибы, колбаса, что вот еще для счастья надо, для мужиков, больше ничего. Вот активно пользуюсь новой своей лопаточкой, мне она нравится, она такая яркая, модненькая и удобная. В фикс-прайсе покупала, всего 55 рублей стоит, так что вот, прибарахлилась. Все, буду выливать уже яйца, и будет нам вкусно. Ну, вот такая красота, накрою крышкой и пускай жарится. Варила сегодня компоты с сухофруктов, здесь у меня чернослив и груш, а также добавила немножечко черной смородины. Душистый-душистый, прелесть прям. И поставила мясо. Вот у меня здесь бульон варится на щи, щи буду варить. Ну, вот такой вот у нас сегодня скромный обед. Я макарошки с мясом и капусту буду. Остальные все будут яичницу, колбаску, чай, вернее не чай, а компот, пироги доедать будут. Вот пирожные есть, вот тут булочки есть. Ну, короче, слюни текут у меня рекой, пора есть. Все, кушать! Смотрите, как у меня шикарно вырос. Фикус прикольно у меня получился. Это вот он у меня с лета растет, с осени даже где-то. Я его в конце августа посадила, и была вот такая вот маленькая веточка. Вот такая вот маленькая веточка, и так вот он вымахал у меня. Шикарный такой вообще суперский прелесть. Красавчик. А вот тут еще один красавчик. Эй, красавчик! Тоже вырос. Вырос красавчик. Сынок, ребят спрашивают, где ты, как ты, чем живешь? Как живете, как животик? Не болит ли голова? Работай, ежегодно, чувак. Ну ты на ребят хоть погляди, и они на тебя посмотрят. Как ты выглядишь. Ну. Всем привет. Да, ну, рассказывай. Да что рассказывать, я на работе пропадаю с целыми днями. Все время спрашивают, а где же Илюша? Учится ли? Работает ли он? У нас сейчас карантин. Бросил ли учиться? Да, карантин. До 10-го числа включительно. До 10-го числа еще будут решать вопрос о том, что выходим мы. Продолжить продлить или нет. Или мы не выходим. Вот. Я надеюсь на то, что мы не выходим, потому что на следующей неделе 14-е число. Как всем известно, 14-е число – это день всех влюбленных. Он выпадает на пятницу. Значит, влюбленные все будут заказывать суши, пиццы, роллы. А я буду богатеть, да, Илюх? Ну да. Я думаю, день будет веселый, интересный, продуктивный. Заказов будет, скорее всего, много, даже очень. У нас в тот день выходит сразу чуть ли не 5 водителей. Хотя в среднем мы стараемся 2 с утра, еще один, третий. Ну, это в будни, да? То есть суббота, воскресенье, пятница, там 4 уже, 5 водителей выходит. Ну, смотря как, ну, что. Ну, вот, 14-го февраля будет минимум 5-е у нас, то есть 6-е. Но самое страшное – это не 14-е февраля, самое страшное – это 8-е марта. Сдержь, да? Ах, я заработаю, да? Да там будет хуже, чем на Новый год. Мы на Новый год, короче, залетаем в суши-бар. Там вся вот стойка, короче, просто в пакетах. Вот так вот, хлоп, короче, сколько влезет. Все, в машину и поехали. Даже не смотрим, куда, сколько там крайнее время. Опаздываем, не опаздываем. Молча берешь, кладешь, едешь. Еще пофигу. Еще ребята очень часто спрашивают, кто такой Максим. Ребята никак не поймут, кто же такой Максим. Ответь, ребята. Ребята. Да. Максим – это мой сводный брат. То есть… Общий папа. Общий папа, но мамы разные, да. Вот как подсказывает моя мама. А сколько лет разницы у вас в возрасте? Семь, сынок, подсказываю. Семь лет разницы. Да, семь лет разницы. И Максим тоже физический факультет СГУ закончил? Да. Он тоже. Он закончил, он тоже. А ты тоже учишься, вот так даже, надо сказать. Он законченный шизик, а я еще нет. А я еще в процессе, да? Я еще в процессе. Кстати, если что, это он так про себя говорит. Да? Это не я придумал. Но мне понравилось, я перехватил. Ну, понятно. Что сейчас делаешь-то? Смотрю генератор на машине. Ну, смотри. Какой лучше купить? Ну, смотри. А у меня сейчас все разговоры о работе, о машине. И о машине, да. О машине, да, да. Представляете, кто-то притер меня. Бампер новый, задний. Совсем новый бампер. И уже притерт. Надо посмотреть, снять, да? Там что-нибудь видно? Конечно, я. Мне так грустно. Ну, он новый вообще. Наверное, даже муха не сидела. Ну, вот так вот. Новый очень быстро старым начинает становиться. И бампер передний. Он же тоже у меня новый. Везде краска поплетала. Ну, это тебе так помыли ее хорошо. Ну, одно место. Ладно, я сам ободрал. Но я на мойку заехал. Мне его еще сильнее ободрали. Ну, капец. Нет, а что делать? Мне кажется, совсем ободрать. Пусть он черный будет. Ждать лето. И что? Покрасить? И опять обдерут. Красить, да. А я получше покрашу. Получше покрашу. Ну, там просто заводская покраска, на самом деле, такая. Не очень была. Он быстро с вами летел. Это я возьму все. Водичку. Наждачку. Грунт, краску, лак. Господи, чуть не испугался. Связь, связь. Ну вот, потеплый возьму все дело. Зашкурю, замотую, покрашу, поставлю обратно. И все. Моя ты красота. А еще знаете, что? Чего? Наверное, те, кто с Москвы, знают, что там лили реагенты какое-какое время. Их запретили, короче. Угадайте, где ваши реагенты, друзья из Москвы! Все машины сгнила. Ну, не сгнила, там, рыжики, ржавчина повылазила, точки. Да это не только от реагентов. Вообще, она же на улице работает, что на ней все время. Ну, так езжу-то я по реагентам, по этим пасам. И вся машина, естественно. Вот вопрос. А ты как хотел? Мне папа вчера тоже так вот всю дорогу мне вопрос задавал, когда я в машине сидела, что вот надо три туда отдали, тысячу сюда, это деньги туда. Он мне такой, а ты как хотела? Я хочу зарплату и теплый гараж, чтобы этим всем заняться. Пока ни теплого гаража, ни зарплаты у меня нет. Зарпланы только впереди. Но! Но! Четверг впереди, в четверге, в четверге, в четвергах. По четвергам! По четвергам! Ну, что загадывать желания? Забываются! В четверг как раз и обещали зарплату. Не забывай! Все, значит, будет. А еще, представляешь, оказывается, я учитель русского языка. Ты знал об этом? В смысле? Знала? Друзья пишут, что я бессовестный учитель русского языка, литературой позволяю себе ошибки. Понятно? Ты знал, что я учитель русского языка? Ничего себе! Я тоже не знала. Офигеть, можно. А еще пишут, что баба Надя тоже бывшая учительница. Ты тоже учитель была? Чего я еще нового не знаю про свою семью? Ты там много чего не знаешь. Комментарии на цепи, да? Это уже давно. Меня считают педагогом, да. На лбу написано. Да, да, да. Училка, училка. Да. А я, кстати говоря, в 8.00 родилась. То есть мне судьба со звонком была родиться. И вот где бы я ни была, у меня все время вопрос. А ты в час ночи родилась. Не знаю, как тебя назвать. Что за себя? Ну в час ночи я обычно спать на Руси. Ну вот так. Ну ладно, занимайся своими делами. Спасибо.